Великая русская река Волга – источник жизни и один из главных символов павловских городов, к которым относится и Самара. Все любят проводить время на ее берегах, но некоторые оставляют после себя мусор. Представители городских властей, предприятия, общественники, волонтеры собрались вместе, чтобы сделать чище береговую полосу, присоединившись ко Всероссийской акции по уборке водоемов и прибрежных зон. Поддержку в организации экологической акции оказал Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Акция – это очень значимая, она уже проходит не первый год. Добрались уже мы до этого места. И данная акция, где в данный момент участвуют волонтеры разных предприятий, они своим примером не только дают пример, а остальным и также укрепляют, конечно, любовь к природе со своей стороны. Шанцевый инструмент – расходные материалы, предоставленный Департаментом, который позаботится и о вывозе мусора. Участники акции энергично принялись за уборку как на берегу, так и на прилегающей территории. Председатель Думы городского округа Самара отметил, что большое внимание уделяется и чистоте воды. Есть и государственные программы, сегодня применяются, в том числе в городе Самара, высокотехнологичные мероприятия, связанные с ионизацией процессов, с уменьшением и ликвидацией хлорирования. И сегодня мы добились результата. То, что мы отдаем Волгу после очистки, вода уже гораздо чище, то, что мы ее принимаем. В общей сложности порядка 180 человек привели в порядок участок береговой линии. Собрали 13 кубометров мусора, которые доставят на специализированный полигон. Также был организован раздельный сбор мусора. Отсортировали пластик. Администрация городского округа Самара и впредь будет поддерживать такие акции. В субботу, 21 мая, в региональной столице в поддержку национального проекта «Экология» состоится еще одна масштабная акция. День Волги 2022. Она пройдет на пляже в районе спуска по улице Советской Армии. Подробности участия в акции на официальном сайте администрации Самары. Юлия Василькина, Василий Колдашов. События.